Мы переходим к следующему докладу. Мы проводим от лица нашего института. Это ежегодно и по меланоме кожи, и по различным другим локализациям. Но если говорить о нашем отделении головы и шеи, то у нас несколько акций, которые проводятся в год, в том числе и плоскоклечный рак головы и шеи, и рак кожи. И стараемся выбрать какие-то дни, относительно которых работает большая команда врачей нашего института. Ну и сегодняшняя моя тема, несмотря на то, что она узко заявлена, я немного расскажу о том, что очень важно для нас, и онкологов, и для дерматологов. И вкратце расскажу о каких-то, где-то, может быть, остановлюсь на каких-то моментах. Ну а в целом, тема сегодняшнего моего выступления – это биопсия сигнального узла при меланоме кожи. Это очень важный момент, который упускается, к сожалению, специалистами, не онкологами. И не все не всегда понимают, для чего и почему нельзя делать удаление меланомы вне онкологического стационара. Само заболевание рак кожи в структуре заболеваемости занимает третье место в России. Действительно, это такая глобальная проблема. И в сегодняшних реалиях, когда пациенты обращаются уже после загара, длительной инсоляции, конечно, они уже более информированы, понимают, что имеется когда доля ответственности ложится на самих людей, которые знают при диспластических невостных синдромах, которые у многих пациентов существуют, необходимость защиты кожи должна обязательно иметь свое определенное и важное место в жизни. Если обращаться к Всемирной организации здравоохранения, в Российской Федерации ежегодно выявляется более 9 тысяч случаев заболеваемости меланомы кожи. Это большая цифра, и мы находимся, как видите, не на первом месте среди количества стран, но и не на последнем, даже не в серединке. То есть, действительно, это глобальная проблема. Смертность в Российской Федерации от меланомы кожи составляет более 3 тысяч пациентов. Это тоже очень большая проблема. Несмотря на то, что на сегодняшний день имеются возможности лекарственной терапии, и в перспективе, конечно же, очень много заявлено о том, что будут дальше эти исследования и возможности появления новых препаратов по лечению меланомы. Как же выглядит все-таки меланома? Она, конечно, выглядит по-разному. На сегодняшний день вот такие пациенты встречаются. Это пациенты, которые сначала ждут, ожидают, может, само пройдет, потом они видят, что это начинает разрастаться, они боятся объема операции. Далее уже приходит стадия, когда пациент считает, что уже поздно и не надо, и скоро он погибнет. В конечном итоге, когда опухоль начинает кровить, он боится, что умрет от кровотечения, и, наконец-то, в какой-то момент пациент либо его родственники приводят его к онкологу. Вот такие пациенты, к сожалению, существуют. На сегодняшний день мы с ними часто сталкиваемся. Что же такое меланома? Очень подробно рассказала сегодня Анна Александровна, но, тем не менее, позволю остановиться на том, что есть различные виды меланома. Об этом поговорит патоморфолог обязательно. Конечно же, чаще всего мы встречаем более 65% это поверхностно распространяющиеся. Но и остальные виды меланом, конечно же, мы также встречаем в менее процентном случае, но, тем не менее, мы сталкиваемся. Мы сталкиваемся также с пациентами, у которых имеются семейные меланомы. Пациенты, у которых имеются множественные невусы на коже, это синдром диспатических невусов. И, конечно же, мы объясняем пациентам, что это имеет очень важное значение в его жизни, и нужно за этим следить. И уделять этому очень значительное такое внимание, защиты кожи и глаз от воздействия. Различные виды меланом представлены на слайде, с которыми мы встречаемся. Это такая ситуация, когда мы объясняем пациенту и понимаем, что действительно пациент сам тоже понимает, что это все по запущенности именно со стороны пациента. Конечно, хотелось бы, чтобы эти люди обращались пораньше, но вот над этим мы работаем. Все вместе. Основные критерии, на которые мы опираемся, это классификация по Кларку и толщина опухоли по Бреслову. Это основные критерии, стадирование, показания для выполнения биопсии сигнального лимфатического узла. И, опять же, мы говорили о том, что есть различные классификации изменения структуры невуса и то, что приводит к озлокочислению, о которых мы говорим. И, позвольте себе не останавливаться, поскольку здесь об этом мы говорим в кругу людей, которые в этом хорошо разбираются. Но, тем не менее, мы должны понимать, что каждый из нас, когда видит своего близкого человека или знакомого, должен все-таки настроить его на то, что обратиться как минимум. Это надо идти к дерматологу, показаться, стать на учет под наблюдение. Если есть сомнения и изменения структуры, конечно, надо идти к онкологу. Различные виды диагностических возможностей, о которых мы говорим, очень много. И это все на этапе начального обращения пациентов в клинику. Основным является дерматоскопия, на которую сегодня опираются очень многие специалисты. Но, могу сказать, конечно, нужно развивать себе такой навык просмотра и оценки невусов без дерматоскопического исследования. В том числе, потому что это тоже имеет очень большое значение. Конечно, у нас у многих есть карманные дерматоскопы, но для того, чтобы... К нам обращаются многие, обращаются, когда мы находимся вне работы. И для того, чтобы понимать, мы должны все-таки для себя такую картинку собственного восприятия образования кожи должны создать. То, о чем говорила чуть ранее, когда есть вот эти критерии классификации по изменению образования, типа аккорда или различных других классификаций, нужно, конечно, понимать, что как только есть минимальные изменения, то нужно обязательно обращаться к специалистам. Различные виды дерматоскопов, они различные. И в том числе, конечно, поход к офтальмологу при малейших изменениях, и вы видите, что есть какие-то пятнышки, вас это беспокоит. Конечно, мы пациентам говорим, чтобы они обратились к офтальмологу для того, чтобы увидеть вовремя и зафиксировать изменения в области глаза. Что приводит к таким вот неприятным результатам, неблагоприятному прогнозу, исходу? Это ошибки. Ошибки создаются и бывают не только у неонкологов, любых других специальностей, но и сами онкологи также ошибаются. Это очень, конечно, неправильно, поскольку мы должны друг у друга учиться и перенимать опыт. Все остальные, кто имеет какой-то опыт, должны обязательно этим делиться, потому что мы идем к одной цели. У нас одна задача, одна цель. Мы должны вовремя диагностировать злокачественное образование и вовремя его лечить, причем воплотив все свои силы, возможности, желания. И, конечно, пациент должен быть комплоентным, потому что в этом случае, если отсутствие такого понимания со стороны пациента, мы тоже не сможем помочь. Насильно пациента вылечить невозможно. Ну и самый главный алгоритм, которым мы придерживаемся, это направлять пациента к онкологу при подозрении. И для того, чтобы... В чем суть задачи? Это выполнение биопсии сигнального лимфатического узла, потому как основанием по клиническим рекомендациями Здраво-Российской Федерации для назначения лекарственной терапии пациент очень часто приходит и говорит, не хочу оперироваться, назначите мне лекарство. И, конечно, нужно объяснить пациенту обязательно, чтобы он понял, разъяснить, может показать клинические рекомендации, относительно которых мы работаем. И второй момент. Помимо того, что необходимость выполнения биопсии сигнальных узлов, существует такое обязательное является выполнение правильного объема хирургического вмешательства. Вот мы как раз обсуждали, и обсуждали, и неоднократно обсуждали с Ириной Евгеньевной о том, нужно ли делать биопсию, не нужно ли делать биопсию меланомы. Это очень болезненный вопрос, который задается постоянно, поскольку мы работаем в различных рамках этапов финансирования. Это и ОМС, и ВМП, и ВМП из ОМС. То есть, конечно, возникают большие вопросы, которые мы должны опираться, именно опираться на клинические рекомендации Здраво-Российской Федерации, как они прописаны. На сегодняшний день, я не буду вдаваться в подробности в сами препараты, но у нас есть очень много возможностей. То есть, это и хирургическое вмешательство, и стереотоксические возможности, о которых говорила Ольга Игоревна. И мы можем также пациентов включать в клинические исследования. Те препараты, которые на сегодняшний день существуют, они огромные. Это не только то, что представлено на слайде, на самом деле их очень много, и все они используются, в том числе химиотерапия, от которой тоже не отказываемся. И тоже проводятся в лечении. Ну и подойдя к самой тематике доклада сегодняшнего биопсии сигналю лимфатического узла, это то, о чем мы говорим постоянно, что оно должно выполняться в рамках стационара, где это умеют делать и не только технически, но здесь есть особенность, потому что это плотное взаимодействие клиницистов и диагностов, радиодиагностов, потому что здесь и работают диагносты в плане МРТ, КТ, обсуждения УЗИ, обсуждения. И, конечно же, мы работаем с радионуклидной диагностикой с нашими сотрудниками очень плотно, потому что нам необходимо понимание. Когда мы видим предварительно до госпитализации, как в отношении лимфатических узлов регионарных, и для нас очень важно сопоставление данных УЗИ и МРТ-диагностики, а также КТ-диагностики, если пациент не может сделать МРТ, это очень важным моментом является для того, чтобы фиксировать, и сегодня я не буду об этом говорить, но хотелось бы просто сказать о том, что мы их градируем, эти лимфатические узлы. Есть четкие клинические рекомендации, относительно которых мы работаем, кому выполняется биопсия сигнальных узлов. От этой манипуляции будет зависеть дальнейшая судьба пациента, и он будет подвергаться или не будет подвергаться лекарственной терапии. Это надо четко понимать. Как же выполняется сама манипуляция, сама операция? Перед вами пациент, у которого имеется меланома кожи 6 справа, дерматоскопическая картина, и рядом находится датчик, немножко преждевременная фотография, но тем не менее хотелось бы понять, что именно в эту зону устанавливается датчик, который интероперационный, но предварительно, это вторая пациентка, уже одной из пациентов, выполняется обкалывание зоны меланомы изотопом. И у данной пациентки, она обратилась к нам с пигментным образованием, и, как видите, с виду нельзя сказать о том, что это злокачественная меланома. Оно длительно существующее много-много лет. И вот она обратила внимание на то, что появилось такое пятнышко. Прямо накануне, перед операцией, самой выполнен соскоп с этого образования, поскольку, как видите, это нос, и делать большую реконструкцию, а здесь нужно правильно отступить, сделать реконструкцию, пересадить лоскут. И это отдельная тема для доклада, конечно, но тем не менее нужно это все учитывать. Поэтому нам необходимость цитологического исследования была. Далее пациенту проведено радиоизотопное исследование, были сопоставлены КТ-сканы, все прослежено, лимфооток выявлены, лимфатические узлы, как видите. И, конечно, это очень важный момент. Мы должны понимать, какая группа именно лимфоотока. Не то, что они поражены, а именно лимфооток в регионарно-лимфатические коллекторы. Еще один пациент, который был нерадикально оперирован, обратился к нам. И, как видите, уже есть сложности. Но, тем не менее, есть обсеменение по ушной раковине. И пациенту выполнена большая операция, но перед этим, конечно, сделана биопсия сигнального лимфатического узла, АФИК, КТ. И это обязательно выполняется для того, чтобы понять и диагностировать у этой категории пациентов поражение или не поражение лимфатических узлов. На сегодняшний день мы понимаем, что, о чем говорила Анна Александровича, подробно рассказала о электромагнитном спектре, о Солнце, которое на сегодняшний день является основным источником, мы понимаем, что количество, длина волны, о которой мы говорим постоянно, и ультрафиолеты, они градируются как А, В и С. Считается, что С задерживается озоновым слоем. Но, на самом деле, вот есть теория непроникновения через стекло. Тем не менее, 95% проникновения есть ультрафиолетового именно луча. Но все зависит от длины волны. Поэтому для того, чтобы мы не повредили кожу и не было повреждений и перерождения, мы не можем сказать о том, что именно перерождается опухоль на фоне именно от инсоляции. Но, тем не менее, это такой вот провокационный фактор, который нужно учитывать. Но обязательно нужно использовать защиту. И если говорить о коже, это, конечно же, необходимо использовать крема. Нужно понимать, что инсоляция приводит к ожогам кожи. Использовать надо защитные крема обязательно. Потому что на сегодняшний день очень такое вот любители загорать и сгорать на солнце. Это не рекомендуется абсолютно точно. Потому что появляются не только проблемы с родинками, появляются ожоги. Они оставляют пятна. То есть пигментирование – это не очень и эстетически некрасиво. Поэтому этому надо уделять внимание. Мы говорили о маникюре и нарушении возможности повреждения кожи вокруг самих пальцев. Там, где выполняется накладывание и сушка в этой лампе. Конечно же, таких исследований нет. И достоверности нет. Мы не говорим о том, что это приводит к развитию меланомы. Но, тем не менее, необходимо понимать, что воздействие есть со стороны. И мы даже этого не замечаем. По поводу глаз. Их, конечно же, нужно защищать. Нужно носить очки. И если вы находитесь именно в зоне, где происходит длительная инсуляция интенсивная. И, как я говорила, мы провели день ранней диагностики. Уже 6 лет мы проводим вместе с фирмой La Roche-Posay. Действительно, большое спасибо. Мы участвуем в этом направлении. Ну, и несмотря на то, что мы проводим также этот день диагностики института онкологии Петрова, плотно работаем. С 2007 года Российская Федерация является полноправным таким членом евромеланомы. И координационный совет – это альянс дерматологов и косметологов. Это реализуемый проект, в котором мы участвуем уже 6 лет. И хотелось бы сказать о том, что мы, конечно же, приглашаем всех на вот эти вот дни диагностики меланомы, день диагностики рака головы шеи. У нас очень много мероприятий, которые можно посмотреть на сайте института онкологии Петрова. Ну, и хотелось бы сказать о том, что в России мы проводим уже в 16-й раз. На сайте можно посмотреть, еще раз повторюсь, то, что прошла ранняя диагностика. И хотелось бы сказать о том, что прошло обследование более 100 человек. Из них 6 человек было подозрение на рак кожи. Из этих 6 человек, у 3 пациентов мы выявили базально-клеточный рак. Поэтому хочется сказать о том, что не зря мы проводим данное мероприятие и просим всех подключаться. И также участвовать в этих акциях. Субтитры создавал DimaTorzok